Рассмотрим сопровождение, то есть работу ваших кураторов на платформе Сколмастер. Несмотря на все сложные алгоритмы, задачей которых является снижение нагрузки на кураторов, работать с системой остается очень-очень просто. Итак, посмотрим, что у нас имеется. Для того, чтобы появилась кураторская, нам нужно в настройках профиля поставить галочку «Это куратор». Ну, естественно, в настройках тренинга и разделах мы сможем этого куратора выбрать. После этого авторизуемся и у нас появляется вверху кнопочка «Кураторская». Она также доступна при клике на аватарку «Кураторская». В кабинете куратора куратор видит все работы, которые нужно ему проверить. Он видит своих учеников и незакрепленных ни за кем другим учеников, то есть может взять учеников к себе, если не стоит у вас автораспределение. Для этого нажимает «Прикрепить к себе». Прикрепление сработает после того, как пользователь произведет какое-либо действие. В списке у нас действия осуществляются в один клик, то есть пользователь может принять работу. Это означает, что работа будет сразу принята и изменится статус прохождения. Если это стоповый урок, то, как следствие, откроется следующий. Далее может принять «Плюс дать автоответ». То есть автоответ, который у нас внесен в настройках этого урока, будет отправлен. Стоит отметить, что автоответ есть не везде. То есть только там, где автоответ добавлен, можно воспользоваться данной опцией. Ну и как следствие опция «Дать ответ». В этом случае у нас откроется карточка для ответа. Здесь у нас имеется «Домашнее задание», то есть текст «Домашнее задание». «Домашнее задание клиента». В данном случае в этом домашнем задании отображается только текстовый ответ. Если у нас будет вложение, если будет тест, они также будут прикреплены. Куратор может принять работу без написания текста. Если вдруг он передумал писать ответ, он может просто взять и принять. Далее куратору выводится «Подсказка», и он может написать свой ответ. «Загрузить файл». Здесь прикрепляем к себе и статус. Например, «Отклонено». Далее. Сейчас мы находимся в ответе к клиенту, и справа у нас выводится краткая информация об этом клиенте. Это у нас клиент с именем «Тест2». У него есть такой-то email, и имеются определенные группы доступа, которые были выданы в конкретное время. Дальше мы можем взять и отфильтровать другие работы по этому человеку. То есть посмотреть, что же он нам еще писал. Далее вернемся в кабинет куратора. Посмотрим, как у нас выглядят тесты. Например, посмотреть ответы. Итак, что мы здесь видим? Результат 2 из 3 баллов, необходимый для прохождения. Нужно дописать формулировку, что это именно баллов. Правильно отвечено 2 из 3. Время затрачено 7 секунд. Попытка 4. Ну, это означает, что как бы все, попытки закончились. Не то, чтобы 4 раза пользователь пробовал, а что больше их нет. Статус не пройден. Видим, что неправильный ответ у нас вот такой. И мы можем дать пользователю еще одну проверку, еще одну попытку. Все, отлично. Работа ушла. И сейчас она в списке не выводится. Почему она выводилась? Потому что она требовала внимания кураторам. То есть, там не было надобности отвечать на домашнее задание. Там просто закончились попытки тестов. И в этом случае работа куратору тоже приходит, как требующее внимание, для того, чтобы куратор понял, что дальше с этим человеком делать. Либо он может ему написать ответ какой-то, либо может ему принять работу, то есть пропустить и сказать, хорошо, иди дальше. Либо дать еще попытку для теста. И отдельного внимания у нас заслуживает справа фильтр. Здесь мы можем фильтровать, например, по тренингу. После того, как вы сфильтровали по тренингу, мы можем фильтровать по любому уроку этого тренинга. Далее, фильтровать всех учеников или только моих учеников. Рассмотрим следующую опцию. Ответы и комментарии. У нас имеется ответ. Вот, домашняя работа – это ответ. То есть, это выполнение домашней работы. А еще, внутри домашней работы может завязаться переписка. То есть, это уже, скажем так, не первое касание. Это уже идет комментарий. Вот он выглядит таким образом. Так вот, если большое количество ответов, то можно фильтровать, показывать только ответы. В этом случае вы увидите только первые выполненные домашние работы. Ну, а потом уже можно отфильтровать комментарии и уже пройтись по коммуникации с клиентами внутри уроков. То есть, там, у кого-то на допроверку отправилось и так далее. Вот. Далее. Фильтры на проверку. По умолчанию показываются все работы, которые нуждаются в проверке для конкретного пользователя, которое возможно вывести. И также можем вывести уже проверенные. То есть, в ретроспективе посмотреть, какие были у нас домашние работы и, по необходимости, их перечитать. Далее. Непрочитанные, прочитанные и все комментарии. Что это означает? Это означает, что мы еще не заходили внутрь данной работы. То есть, мы можем зайти, посмотреть, а решили ответить потом. Есть тоже даже такой тонкости фильтр. То есть, мы можем отфильтровать те работы, в которые мы еще не заходили. Не то, что не отвечали, а даже не заходили. Вот. В определенных ситуациях это тоже может быть актуально. Итак, подведем итог. Базово для того, чтобы куратору начать отвечать, он просто заходит в кураторскую, видит список работ, которые ему нужно ответить. Если нужно, он их быстро принимает. Если нужно прикрепить к себе, он прикрепляет к себе. И также принимает. Итак, на этом урок по сопровождению закончен.